Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом второй альбом греческой команды Aginaon. Альбом называется Extens. Он вышел в январе 2014 года на итальянском лэбби Code 666 Records. Тираж данного издания 25 экземпляров. Итак, альбом довольно-таки сложно было найти. Он был в моем виш-листе пару лет, но, как видите, результаты увенчались успехом. У меня в руках вот такой вот деревянный бокс. Как видите, довольно-таки большой и глубокий. На фронтальной стороне мы видим репродукцию обложки. Вот такой вот бокс. Команда работает в направлении Progressive Black. Я бы затруднился в данном случае найти какой-то конкретный аналог этой команде. То есть, нам на ум могут прийти как Arcturus, Berk Nagar, может прийти тот же самый Satiricon или японская группа Sai. Но в конечном итоге, каждая команда, которая работает в направлении Progressive Black, она уникальная. Уникальность данной греческой команды заключается в том, что у них используется как саксофон, контрабас, так и всякие разные другие инструменты. В частности, даже гармонь. Тем не менее, это абсолютно безбашенный, крышесносящий Black Metal и, я бы сказал, с весьма умной лирикой. Потому что здесь не просто традиционные для Black Metal страх, отчаяние, насилие, смерть, но и вещи, которые присущи каким-нибудь артхаусным фильмам или философам. То есть, если для вас слова такие, как «экзистенция», «импрессионизм», «экспрессионизм» не являются чуждыми, то, наверное, вам творчество команды, именно текстовая составляющая должна понравиться. Давайте посмотрим поближе бокса. Интересный момент у бокса, то, что он открывается, не вот так вот уходит, а снимается, как надгробная плита. Оба. Вот. Внутри бокса мы видим кусок обожжённого холста, значок. Вот он, часть репродукции руки. Что сделала команда? Напечатали на холсте или нарисовали изображение, и затем его творчески уничтожили. Подарив фанатам по кусочку холста. Смотрим дальше. Футболка. Размер М. Гилдан. Ну, стопроцентный хлопок, сделан в Доминиканской республике. Является приятным дополнением бокса. И ещё и мой размер, М. С обратной стороны чёрная. Далее у нас есть два альбома. Я не оговорился, именно два. Это альбом номер один и альбом номер два. 2011 и 2014 года. Пергаментная бумага, сорокучёвая печать. Альбом номер два, Extens. Как вы видите, например, название «Дермюды тот» отсылает нас к фильму фрица Ланга «Усталая смерть». Толстый бокер. Толстый бок овторный клеток. тексты песен, нарисованные портреты команды, вот она, кстати, рука, которая у меня есть. И альбом номер один, также находится в запечатанном конверте, сургучевая печать. Также, естественно, код 666-records, данное отделение является подразделением главной компании Aural Music. Ага, здесь чуть-чуть полегче вынимается. Здесь у нас фотографии команды на первом альбоме. Ну и, соответственно, тексты песен. Мы видим ординарные джо-кейсы, а в дигипаках не издавалось. Ну и, что мы еще наблюдаем, это карточка Extence. Extence в данном случае получается соединение трех слов Existence, Precedence и Essence. Номер моего издания 12 из 25. Я долго искал, где указан мой конкретный номер, пока не догадался, что цифры могут быть не только арабскими, но и римскими. Вот он, 12, 25. С обратной стороны фотография команды. Также мы имеем... Раз, два, три, четыре, пять. Пять карточек. С одной стороны у нас изображены члены команды. Как там, картина маслом. А с обратной стороны мы видим их реальные фотографии и, естественно, вручную сделанные автографы. Издание выполнено с любовью, я бы сказал, от фанатов для фанатов. Так вот сделал. Угу. Ну и для тех, кто... Покупал на предзаказе. Я думаю, что такое шикарное издание разобрали весьма быстро. Был еще промо-код на 20% скидку на последующие уже покупки. Я вам скажу, что Aura Music в этом плане относится к ни разу не жадному лейблу. И они периодически делают хорошие скидки, выдавая абсолютно качественную и весьма годную продукцию. Команда шикарная. И, как я вам уже говорил, данный бокс я искал порядка пары лет. Поэтому получить бокс в идеальном, я бы сказал, первозданном состоянии, со всеми комплектами необходимыми, является, я бы сказал, большой-большой редкостью и удачей. Что же касается команды, ее надо слушать очень-очень внимательно, ну и наслаждаться музыкой. Поверьте, эта команда того заслуживает. На этом рассмотрение крупным планом завершено. С вами был Голливудин Александр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok